Ранее на канале xDelete Ведь в любом случае, при первом заходе игроку не удастся посмотреть всё, что приготовили разработчики и сценаристы. При начальном забеге может создаться ощущение, что есть один единственный путь, а альтернатива обнаруживается только при повторном прохождении или же в каком-нибудь... Первый сезон The Walking Dead от Telltale вышел больше десяти лет назад, после чего последовало ещё три части и спин-офф. За это время серия успела обзавестись как своими почитателями, так и теми, кто не особо её жалует. А может вы из тех, кто не знаком с ходячими и хочет понять, стоит ли это знакомство начинать? Тогда вы пришли по адресу, ведь в этом видео мы постараемся отыскать всё, за что можно любить и ненавидеть эту интерактивную историю. Поиски ведёт канал xDelete, который предупреждает про концентрацию зомби и спойлеров в этом видео. А также, чтобы не потеряться по дороге, просит не упускать экскурсовода из виду, двигаться как можно тише и сделать кнопку подписаться серой. Серия проходячих от Telltale довольно известный представитель интерактивного кино. Мы уже как-то рассказывали про особенности этого жанра, ссылка на видео будет в описании. Но если вкратце, то три кита игрового процесса следующие. Выбор варианта ответа в разговорах, периодические блуждания по локациям в поисках точек взаимодействия и QTE-секции. Как эти ключевые элементы реализованы в рассматриваемой серии? Если говорить про диалоги, то здесь всё практически так же, как и везде, без сюрпризов. Внизу экрана появляются реплики и таймер. Иногда варианты ответа — это ровно то, что произносит персонаж. А порой они отражают лишь общую мысль того, что он скажет. С последним связана одна проблема, которая иногда всплывает в играх серии. Персонаж выдает не совсем то, что от него ожидаешь. Как в этой сцене в машине, когда реплика кажется нейтральной, а в итоге оказывается, что произнося её, мы выбрали чью-то сторону. Но такое случается довольно редко. Сами диалоги обычно строятся по следующему шаблону. NPC что-то говорит, герой отвечает, персонаж выдает реакцию, а потом следующую реплику, которая чаще всего не зависит от предыдущего варианта ответа. Иногда, в зависимости от ваших действий, могут меняться наборы вариантов ответов или даже сам ход разговора. Вспомнить хотя бы первый сезон. Если вы спасли Карли, то она будет говорить с вами о вашем прошлом и о том, что важно открыть его остальным членам группы. Если в первом эпизоде был спасён Дак, то такой возможности не представится, но зато будет диалог про электрический забор, а ещё в этой сцене будет доступна новая интерактивная точка. Система оповещения на случай подхода ходячих. Не разглядели сразу? Ничего удивительного, ведь камера порой берёт довольно неудобные ракурсы, и из-за этого не всегда видно, где есть полезный предмет, персонаж для разговора или что-то примечательное, что потом как-то пригодится по сюжету. В остальном же процесс исследования окружения довольно интересен, хотя бы потому, что можно наткнуться на какую-нибудь любопытную деталь, который не повлияет на само прохождение, но немного дополнит общую картину. То же самое делают и комментарии персонажей. Кстати, с третьей части игрокам дали возможность ускорять протагониста, да и камера стала посвободнее. Финальный сезон вообще в такие моменты переходит в полноценный вид от третьего лица. Так процесс изучения становится удобнее. К тому же в заключительной части добавили коллекционные предметы, которые спрятаны в разных местах. Собирать их не обязательно, однако это может подстегнуть к тому, чтобы заглянуть во всевозможные углы. Только нужно быть готовым к тому, что оттуда внезапно выскочит очень голодное и не менее мертвое создание, и тогда начнется куты-е сцена. Насколько она будет интересной, сложной и напряженной, зависит от того, в какую часть вы играете. Если это первые два сезона, то в основном вам надо будет либо вовремя прожимать указанную кнопку, либо неистово многократно долбить по указанной клавише. Во втором сезоне иногда добавляется видение мыши или стика в нужную сторону. Вот что действительно доставляло неудобства, особенно в истории Литок, это необходимость целиться в определенную точку, чтобы что-то сделать. В остальных частях от этого избавились, оставив прицеливание только там, где это логично, например, в боевых сценах. Сами же куты-е, начиная со спин-оффа «Промишон», становились все более разнообразными и иногда довольно сложными. И если провалить контекстное действие, то… А что вы хотели? Это мир ходячий, где любая ошибка может стоить жизни. Наверное, вам не нужно лишний раз говорить про то, как важна атмосфера для любого произведения. Основной ее составляющей является визуальный стиль. Какой он The Walking Dead? Да, на исключительность он не претендует. К тому же и доходячих были игры со стилизацией под комикс или 2D-рисунок. Однако, если показать кадр из любой части тому, кто только слышал об играх этой серии, то он, скорее всего, скажет, что это ходячий от Telltale. При этом рисовка не скатывается в излишнюю мультяшность и никак не умаляет мрачности и серьезности происходящего. Естественно, по мере развития серии графика тоже менялась. Линии становились мягче, появляется больше деталей, и глаза у персонажей почему-то становились меньше. Вот сравните Кенни из первой части и из флэшбэка в третьей. Несмотря на комиксную стилизацию, все безжизненные останки цивилизации выглядят, простите за каламбур, довольно живо. Вот веришь, что это давно заброшенные места, а не халтура местного дворника. Вообще, обстановка опустошенности настраивает на относительно мрачный тон происходящего. И чем дальше от сезона к сезону, тем меньше какие-то привычные места становятся похожи на свои прежние версии. Зато появляется все больше машин, разобранных на запчасти и зданий самодельными ограждениями. При этом иногда находятся довольно уютные, особенно если сравнивать с остальными, уголки. И этот момент немного неоднозначен. С одной стороны, такие места нужны для передышки игроков, или чтобы было что-то для разрушения в кульминации игры. Плюс такие локации – это способ показать, что человек будет стремиться к сохранению чего-то привычного и созданию своего угла при любых обстоятельствах. С другой стороны, иногда такие места сбивают своей нормальностью. Например, если взглянуть на эту сцену без контекста, то не сразу поймешь, что все происходит во время зомби-апокалипсиса. Но это не сильно сказывается на общей атмосфере. К тому же, пусть окружение является важной составляющей, все-таки на первый план выходят персонажи и история, в которую они вплетены. И это довольно обширная тема для обсуждения. Входячих, как и во всех играх от Telltale, вся история поделена на несколько эпизодов, каждый из которых можно спокойно пройти за один присест. Каждая такая часть, в свою очередь, поделена на главы, между которыми и происходит сохранение. Так что, если какой-то выбор игроку не понравился, можно в меню загрузки отмотать на нужный фрагмент, чтобы перепройти его. Сезоны связаны между собой сеттингом и Клементиной, если не брать в расчет спин-офф про Мишон. В остальном же, каждая часть рассказывает свою отдельную историю и имеет свой набор главных действующих лиц. Однако, можно ли назвать сюжеты персонажей выдающимися? Нет, нельзя. На то есть несколько причин. Во-первых, повторяющиеся сюжетные ходы, кочующие из сезона в сезон. Вот смотрите сами. У главного героя на начало игры есть какая-то цель, достичь которой он не может из-за чего-то или, чаще всего, кого-то. После он примыкает к группе людей, из которой не все доживут до финала. Обязательно в ходе истории герою надо будет встать на сторону одного из персонажей, что по итогу разозлит или разочарует другого. А в развязке, помимо главного противостояния, случается или стихийное бедствие, или пожар. После чего нам дают несколько минут тишины и спокойствия, и затем пускают титры под музыку, которая слишком беззаботная для развернувшихся событий. В этом плане из всех выделяется первый сезон, так как там сюжет строится немного по-другому. А вот что не обошло стороной истории Ли, так это персонажи-клише. О да, в каждой части есть свой стандартный набор действующих лиц, можно отдельно бинго составить. Давайте пройдемся по списку. Неадекват, который постоянно орет. Очевидный злодей, который, как правило, еще и очень жесток. Ребенок, который обязательно умрет. Инфантильный персонаж, который младше основного состава группы, вечно все портит и, скорее всего, тоже умрет. Кто-то очень крутой, который или в итоге покидает группу главного героя, или погибает. Герой, который против насилия и хочет только добра, но в итоге... В общем, вы теперь понимаете, почему эта часть видео названа как роман Агаты Кристи, да? С одной стороны, это можно понять, ведь история про зомби-апокалипсис редко обходится без большого количества смертей среди главных героев, однако, глядя на некоторых NPC, сразу понимаешь, кого авторы определили в список на убой, а потому не особо старались с их проработкой. И это проблема для сюжетно-ориентированных игр, потому что если игрок не проникнулся персонажем, то он не будет переживать, если с ним что-то случится, и как следствие не получит тех эмоций, на которые рассчитывали сценаристы. Еще одной проблемой являются местные клише, которые можно найти практически в каждом сезоне. Не верите? Хорошо. Вам в качестве доказательства топ-10 штампов игр серии The Walking Dead. Номер один. Вот вокруг никого, кроме главных героев. Ни намека на ходячих. И в следующую секунду... Опа! Их тут уже целая куча. Герои еще в такие моменты очень любят постоять, пообщаться и потупить, пока к ним приближается очередная рда, чтобы потом в панике от нее удирать. Номер два. Обязательно есть сцена, где все друг на друга орут. Номер три. Персонажа спасают выстрелом в голову его противнику. Номер четыре. Крики «Сделайте же что-нибудь!», адресованные главному герою. Номер пять. Пронтагонист обвиняет во всех бедах группы, хотя объективно виноват не он один или вообще кто-то другой. Номер шесть. Если у персонажа была возможность умереть, но вы это предотвратили, это не значит, что вы его спасли своими действиями. Просто он умрет позже. Номер семь. Срочное закрывание двери от ходячих, которые туда вовсю ломятся. В первом сезоне это еще можно объяснить тем, что герои не адаптировались к вездесущим зомби. То в последующих частях этому нет никакого оправдания. Номер восемь. Отбивание от ходячих в положении ползком. Номер девять. Герой откладывает оружие или полезный предмет так, чтобы в критической ситуации тянуться к нему. И не взять. Или взять задержкой. Номер десять. Жилье. Казавшееся надежной крепостью для сообщества или небольшой группы людей, после того, как там побывают главные герои, оказывается непригодным для жизни. Ладно, как-то слишком негативно получается, ведь в играх серии и положительные стороны есть. Однако можно ли назвать сюжеты персонажей выдающимися? Нет. Но и говорить, что с ними все плохо, тоже не совсем правильно. Они хорошие, по-своему запоминающиеся. Если говорить про историю, то, несмотря на все клише, каждый сезон способен подарить свой уникальный опыт. В первой части перед нами история про человека, который адаптируется к новым для себя условиям. А само повествование более размеренное и тихое. Второй сезон пролетает буквально на одном дыхании, поскольку события там развиваются достаточно стремительно. В спин-оффе «Промишон» упор сделан на переживание главной героини и ее ментальное состояние, которое стремительно ухудшается. В New Frontier поднимается вопрос о том, что такое семья и насколько сильно важны кровные узы. А финальный сезон во многом параллелен первому. Только здесь, помимо выживания с кем-то, кто от тебя зависит, на первый план выходит тема поиска дома. Также из положительного можно отметить тихие моменты, когда персонажи просто разговаривают друг с другом, немного раскрываясь, наслаждаются редкими минутами спокойствия или молча переваривают некое ужасное событие, которое только что случилось. Вспомнить хотя бы посиделки перед вызволением друзей из плена в четвертой части или украшение елки во второй. Однако самым ярким примером таких моментов, пожалуй, будет концовка первого сезона, в которой всего одна стычка зомби, которая проходила довольно быстро. На контрасте с шумными активными сценами такие островки спокойствия в сюжете ощущаются свежо и служат передышкой не только для игроков, но и для персонажей. Но есть ли среди тех, кто окружает про антагониста, кто-то запоминающийся? Да, в каждой части отыщется пара-тройка личностей, которые заседают в памяти. Например, Кенни, который при определенных раскладах появляется в трех сезонах, а не в двух. Любите вы его или ненавидите, но все равно этот усач в кепке слишком яркая личность, чтобы о нем забыть. Суровая Джейн из второй, Ава из третьей или добродушный Луис из четвертой части, и это только несколько лиц из второстепенного каста, которые пришли на ум. А что же с главными героями? Про Хавьера сказать особо нечего. Он простой парень, который немного раздолбает, но когда дело доходит до защиты своей семьи, он может взять себя в руки. Да, авторы делают намеки на его прошлое, но оно не особо сказывается на всей истории и остается лишь в репликах героев, да, во флэшбеках. Ту же Мишон раскрыли куда лучше за меньший хронометраж. Даже те, кто не смотрел сериал и не читал комиксы, как автор этого видео, успевают за три эпизода понять, что это за персонаж, проникнуться ей и увидеть, как ее прошлое влияет на настоящее. Предыстория Ли не так часто напоминает о себе, однако может повлиять на отношение других персонажей к нему, особенно если всплывает внезапно при определенных обстоятельствах. Конечно, его личность определяется выбором игрока, однако есть некоторые особенности характера, которые в любом случае остаются с персонажем и проявляются в разных ситуациях. Например, Ли всегда старается сделать так, как будет лучше для группы. По крайней мере, автор смогла припомнить только один случай, когда можно было выбрать что-то эгоистичное. А еще он довольно находчив, что не раз подмечает и другие персонажи. Но главное, что может тронуть игроков, это то, как он заботится о Клементине. Разумеется, игроку предоставляется выбор, насколько он будет позволять своей юной спутнице быть самостоятельной. Будет полностью откровенным или будет что-то недоговаривать и даже врать, чтобы не травмировать ребенка. Но сам факт того, что он взял под свою защиту незнакомого ребенка, научил ее основным правилам выживания и самоотверженно отправился вручать ее в самом конце, уже говорит о нем, как о человеке с большим сердцем. А что же до самой Клементины? Ну, она в меру суровая, довольно быстро учится и никогда не упустит возможности узнать для себя что-то новое, что поможет ей в выживании. Клем никогда не сдается и очень часто проявляет решительность в стрессовых ситуациях. Конечно, в ее характере прослеживается влияние Ли, и речь не только про находчивость, которую она у него переняла. Он стал для нее примером лидера и родителя. В конце концов, растить с 11 лет ребенка – то еще испытание, даже если рядом есть кто-то, кто помогает. Также можно смело сказать, что именно последний выбор Ли оставил самый большой отпечаток на Клементине. Однако, повлияло ли на что-то еще решение с финала первого сезона и смогли ли игроки ощутить это влияние? Имеет ли значение выбор, сделанный игроком в играх серии The Walking Dead? Да. Но далеко не всегда. Это наиболее точный ответ, который можно дать на этот вопрос. Например, судьбоносные решения, приходящиеся, как правило, на конец эпизода, влияют на дальнейший ход последующих эпизодов или даже сезонов. Не зря в начале прохождения последующих частей нам предлагают выбрать сохранение из предыдущей игры, если, конечно, оно есть на компьютере. Но в чем проявляются крупные решения? В составе группы, в отношении персонажей к главному герою, сюда можно отнести ранее приведенный пример с Карли и Дагом и возможностью рассказать о своем прошлом. Самая яркая иллюстрация вариативности – это концовки второго сезона. В зависимости от того, с кем и где осталась Клэм перед титрами нам покажут определенные флэшбеки. А еще Клементина может даже остаться без пальца, о чем ее обязательно спросят. То, как закончил свой путь Ли, повлияет на набор вариантов ответа во второй и четвертой частях. Еще один пример из того же четвертого сезона. В зависимости от того, кого мы выручили в штурме школы, меняется часть следующих двух эпизодов, и от этого зависит концовка. Да, варианта помочь всем здесь нет, да и быть не может. Это можно объяснить суровостью мира ходячих, в котором выживаемость героев зависит от них самих и в целом мрачным настроем истории. Однако, этим нельзя оправдать отсутствие некоторых вариантов ответа в диалогах или действий, которые по логике вот, ну, они должны быть, но их нет. Как, например, в этом разговоре с Сарой можно было добавить какую-нибудь более жесткую реплику. Это было бы уместно, особенно если учесть, что до этого можно было вести себя с ней отстраненно и не опекать ее. Если говорить про мелкие решения, которые не выводятся в статистике в конце эпизода, то среди них можно отыскать влияющие на некоторые игровые аспекты. Правда, в основном, это касается вариантов выборов в диалогах и репли, которые могут произнести некоторые персонажи. Да, иногда мелкое влияет на крупное. Например, в конце четвертого эпизода первого сезона, в зависимости от того, как вы обходились с другими персонажами, часть из них пойдет с вами, а часть предпочтет остаться в доме. Или в третьем сезоне отношения между братьями будут различаться в зависимости от того, как между ними строились диалоги во флэшбеках. Однако, чаще всего, незначительные решения не имеют далеко идущие последствия, и их результат оказывает влияние на следующую сцену, но не более. А порой и вовсе ни на что не влияет, поскольку, как уже было сказано, сделанный выбор далеко не всегда имеет значение. Тут можно вспомнить фразу, которая не только является главным мемом вообще во всех играх от Telltale, но вдобавок олицетворяет одну из главных проблем серии. Давайте сейчас произнесем ее все вместе. Готовы? Три, четыре. Он это запомнит. Всем, кто сейчас реально повторил это вслух, лучи добра от автора. Порой исход не зависит от действия игрока, и это временами очень обидно. Такое есть в каждой игре серии. Вот, например, как бы мы не обходили с Арва, он все равно спустит в этой сцене курок. Если мы убьем брата Нормы, она со злости начнет атаку. А если мы оставим его в живых и отдадим во время переговоров, этот, мягко выражаясь, нехороший человек пойдет на нас в атаку, нам придется его убить, из-за чего все равно начнется перестрелка, переходящая в пожар. Или вот эта ситуация из первого сезона. Неважно, мы сами скажем, давайте ограбим эту оставленную без присмотра машину. Или будем с осуждением смотреть, как наши товарищи вытаскивают из нее все ценное. Незнакомец все равно будет винить в произошедшем именно нас. С каждого, кого взбесила логика «Да я ставил, я ошибся, но вы должны были пройти мимо, искать провизию в другом месте, а так вы все забрали, значит вы злодеи» по лайку и солидарности. Но насколько сильно это портит игру? Зависит от вашего восприятия. Если вам важнее результат, а не процесс, то такие моменты не придутся вам по душе и испортят впечатление. Тех, кого больше заботит не пункт назначения, а то, как до него добираться, возможно, не так смутит одинаковый результат от разных действий. Такое хоть и встречается, но не повсеместно. За десять лет нашлись те игроки, которые полюбили The Walking Dead от Telltale. За историю, которая способна развлечь и вовлечь. За персонажей, с которыми не хочется прощаться, но, к сожалению, приходится. За мрачную атмосферу, в которой все равно находится место для чего-то светлого. За тишину, которая порой красноречивей любых криков. Конечно, в играх проходячих хватает своих минусов в духе самоповторов или выбора, который не всегда имеет значение. Но стоит ли знакомиться с этими играми, если принять во внимание все недочеты? Да. Хотя бы для того, чтобы понять, подходит ли вам жанр интерактивного кино или сравнить эти игры с другими его представителями. И если вам понравится эта серия игр, то тогда в вашей библиотеке появится еще одна история, к которой приятно иногда возвращаться. А мы, в свою очередь, хотим сказать огромное спасибо всем, кто смотрит наши видео и самыми разными способами поддерживает наше творчество. Для нас это очень ценно и важно. Всем добра и до новых встреч в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok